Может быть, чисто, знаете, для контента я еще раз схожу в какой-нибудь вид, в какое-нибудь тьетнанское место, но, блин, это реально, это был очень плохой экспириенс, очень плохой опыт для меня. И в ближайшее время, ну, просто даже деньги не хочется на это тратить, на это качество. Потому что, действительно, я сама себе могу делать маникюр намного лучше. Так зачем мне обращаться к кому-то, тратить свои нервные клетки? Их плюс в чем? Быстро. Кстати, кстати, она же мне делала, ну, как, щипчиками, она мне простригала кучу кого. Вот в России, может быть, и все такие старательные, но один или два пальца меня обязательно порежут. Здесь я, конечно, молилась, наверное, все боги меня услышали. Она меня не порезала нигде, она хорошо, достаточно хорошо почистила мне кутикулу. То есть, может быть, без покрытия к ним на маникюр можно сходить, да? То есть, без снятия и без покрытия. Просто, ну, почистить кутикулу, там, не знаю, увлажнить пальчики. Может быть, ну, к филиппинкам стоит прийти, но на более сложное, там, наращивание акрилгелем, то же самое шелак. Все-таки, не знаю, я бы руки не доверяла этим мастерам. Вот, опять же, мой опыт, потому что у меня, знаете, я же только недавно приехала, да, то есть я тут где-то месяц. И я еще помню, я еще помню, как красиво делают мастера в России. Может быть, потом я буду менее потязательно и более спокойно относиться и вот к такому формату маникюра. Но пока я в шоке.